Так, я остановился на центральной улице городка Холодей, и вот это у них здесь торгово-развлекательная плаза, там несколько кафешек, магазинчики, я, честно говоря, по ней ни разу не гуляла, и вот, честно говоря, думаю, наверное, сейчас похожу, посмотрю, что там, милая такая улица, здесь кафешки, ресторанчики, магазинчики, вот тут магазинчик со свадебными платьями, классными, красивыми, сегодня, конечно, я не знаю, работает у них кто-то или не работает, но сегодня, по идее, выходной, хотя кафешки все открыты, потому что, ну, праздник, в общем-то, было бы глупо их закрывать, потому что люди как раз сегодня гуляют. Вот это кафе интересное, написано там, наслаждайтесь нашим завтраком, ланчем, ужином на нашем патио на балкончике терраси. Вот я припарковалась, просто припарковалась, вот здесь вот, видимо, какой-то торговый комплекс, ой, жилой комплекс, небольшой, а тут вот мойка автомобильная. Я здесь просто так приткнулась на минутку, но я, наверное, сейчас, если пойду в этот торговый центр, то, если по нему буду гулять, то, наверное, там уже и припаркуюсь где-нибудь. Здесь такие задворки, горы видно как раз, только-только-только они у нас зеленью покрылись. Но это ненадолго, буквально сейчас через месяц эта вся зелень, так немножко выгорит и будет, конечно, все это коричневого цвета. Здесь написано Dead End, опять же, конец, дальше нельзя. Вот небольшой квартирный комплекс здесь. Вот так тоже люди живут. Единственное, что мне не нравится вот в таких, то, что, в принципе, вход с улицы сразу. Нет такого, чтобы был подъезд. Хотя, по большому счету, в плане безопасности разницы особой, может быть, и нет. Очень даже такой уютный дворик. Я здесь гляжу, и вишня у них растет. Вишня, что ли. Или черемуха, или это такая черемуха. Симпатичный дворик. А вот здесь, я гляжу, у них и парковка есть, крытая. И даже балкончики есть. Вот у многих таких зданий, у них нет балконов. Мне не нравится без балкона. А вот у этого, я гляжу, хороший такой, причем большой балкон у квартиры. А внизу на первом этаже даже есть вот такая штука. Патио, небольшой дворик. Вообще здорово, конечно, неплохо. Все отгорожено стеной. Достаточно интересно. Неплохой домик симпатичный. А так с виду выглядит совершенно, в общем-то, ничего особенного. Так все-то скрыто там. Но в целом, зайти, что ли, подальше прогуляться. Вот я гляжу, здесь дополнительная стоянка. Розочки зацвели. Как раз у нас красивые какие. Я по-спортивному одета, в кроссовках, в спортивной одежде. Я люблю вообще по выходным по своим одеваться по-спортивному. Вот то, чтобы можно было. Я люблю заниматься йогой на свежем воздухе. Чтобы при желании можно было даже где-то в парке, есть красивое место какое-то, выйти вот так вот и постелить свой коврик для йоги и заниматься йогой. В общем-то, очень даже приличный квартирный комплекс. Симпатичный. Я так поняла. Одноэтажные квартирки у них есть. Ой, как здорово. Ой, хорошее место, интересное. Вот я говорю, такие места интересные можно найти. Вот это Калина, что ли. Калина. Ой, как классно. Похоже на Калину. Только она, я гляжу, не это. Пустоцветная. Какие красивые дома. Квартирки. Ой, а роза какая. Какая прелесть. Какая прелесть. Просто шикарная. Розы. Кто-то, видимо, увлекается. Хотя, наверное, здесь оплачиваемое все. Что, имеется в виду, те, кто содержит этот комплекс, они ухаживают за всем за этим удовольствием. Такие небольшие квартиры. Хотя, они достаточно большие квартиры. То есть, здесь, наверное, семьями большими живут. Можно жить, по крайней мере. Дальше еще один двухэтажный идет, я гляжу. Единственное, что вот это. Тут, ближе, парковка не очень. Ой, розы как пахнут вкусно. Красотища. Просто красотища. Симпатичное место очень. Все это, в общем-то, забором отделено. Достаточно уютно. И тут кто-то, вот даже я гляжу, что-то выращивает. Какие-то свои грядки. Симпатичные. Вот, пожалуйста. Там ремонт идет. Достаточно большой комплекс. Если честно, я не ожидала. Даже думала, может быть, одно только здание. А там их вон сколько. Вон они по кругу все идут. И у каждого балкон. Ну вот это хорошо. Видимо, квартира большая. Потому что, считай, на всю эту длину всего две двери. Это значит, вот в таком доме живет четыре семьи. Значит, где-то там три-четыре комнаты, наверное. Приличные квартирки. Ну, наверное, с тыщенкой они стоят в этом районе. Тем более. Так аккуратненько все посажено. Вот там еще одна квартирная. Вот у этого дома нет балкончиков. И вот без балкона, конечно, это совершенно другое дело. Без балкона никак. Мне бы не понравилось без балкона жить. У нас вчера дождь шел вовсю. И вообще дождей сейчас много. Весь май у нас заливают дождями. Вот у них какие балкончики. На первом этаже патио, как сделано. Честно говоря, даже кажется, это, наверное, даже... Ну, может быть, какие-то квартиры снимают в аренду. Ну, возможно, что это выкупленное жилье. А вот у них здесь парковка частная идет. Интересно. Ясненько. Ну, ладно, пойдем дальше. Я, честно говоря, не ожидала даже. И я так поняла, его недавно построили, это здание. Вот внутри там магазинчики и ресторанчики. Видно гуры оттуда. Классный. Сегодня хорошая погода у нас, в общем-то, не очень ветрено. Тепло. И 20% вероятности дождя сегодня. Вот отсюда тоже видно. Немножко видно. Там облака, облака на другой стороне. Опять до квартиры пошли. Что-то тут строится, не знаю, что это строится. Вот я не знаю, тут 30 минут, по-моему, парковка. В каких-то местах написано. Вот здесь ничего не написано. Наверное, можно и подольше припарковаться. Но я хочу подняться на второй этаж. На второй уровень. И оттуда поснимать немножко. Вот здесь я гляжу. Кафешки. Все это на улице тоже можно посидеть. Здесь пока никого нет. Классная площадочка. Вот там люди сидят, едят в кафе. Это вот центральная площадь, в общем-то, города Хериман. Ой, все его Хериманом называют. Holiday. Вон там тоже люди сидят на патио. Завтракают. Здесь, видимо, и автобусная остановка. Фонтанчик летом. Вот еще одна патио. В общем, здорово. Сейчас я наверх отнимусь. По этой лесенке. Я, говорю, я по-спортивному оделась, чтобы удобно было. Можно было гулять. Туда-сюда. Сейчас поднимемся. Вид на горы оттуда классный. Здорово. Пойду внутрь зайду, посмотрю, что там. Пойду я спущусь вовнутрь. А потом обойду это здание с другой стороны. Оно красивое. Снаружи. Лестница классная. Надеюсь, вороший вид. Будут обучать. Приглашают на небольшой урок испанской готовки. И, в общем, класс по виске. Интересное такое место. Здесь много много. Классной еды. Красивой. Магазин от кафе, скажем так. Здесь можно что-то купить и еще себе бесплатно молить кофе. Попить сыры и мясо различное. И даже здесь также кафешка небольшая есть. Выбор. Музыка играет громко, поэтому здесь не буду долго снимать. Потому что, чтобы мне, Ютуб, не воспротивился моему видео. В общем, здесь у них всякие разные штучки продают классные. Специи, вот разная горчица всевозможная. Соль. Очень-очень все красиво сделано. Консервы какие-то редкости, в общем. Здесь масло оливковое всевозможное. Очень красиво. Такие баночки. Оливки. Все, что в простом магазине обычно не продают. Такие как бы деликатесы, скажем так. Очень красиво. Так, а я пойду, наверное, сяду на улицу. Так, а мне, наверное, надо взять нож и вилку. Потому что я себе заказала немного еды. В общем, вот такая красота. Пойдем, оттуда уже на улицу. Сейчас мне принесут тарелку с моим бутербродом. Сэндвичем. Классно. Ну, вот это еще пати попроще. Здесь нет таких цветочков, никаких клумбочек. А вот там подальше. Там побогаче, скажем так, местечко. Там прям вот с каким-то цветами даже. Как ресторан. Здесь как бы проще, попроще. Ну, зато все равно вкусно. Я целый не стала брать, потому что и так много. Мне здесь еще какой-то перчик положили. И оливку. Что там у нас? Мясо, помидора, капуста и сыр. Классно. Сейчас попробуем. Я отошла чуть-чуть подальше. Думаю, покажу со стороны это здание. Вот такая красивая площадь здесь у них. Ресторанчик, кстати, под открытым небом. И вот там дальше что-то еще строится. Не знаю, что пока. В общем, классное местечко. Здесь, в общем-то, куча парковки со всех сторон. И вид на горы сейчас, конечно, потрясающий. Вот такой городок Холлодей. Пригород Солт-Лейка. Ну все, пойдем дальше.